Тысячами разноцветных лампочек засверкала ёлка на Силкино-31. Торговый центр «Атом» одним из первых начал создавать праздничное настроение у своих посетителей и горожан. Традиционно ёлки устанавливают на первом этаже торгового центра и на улице. Снежинки, которых так ждут сыровчане, пока красуются только на окнах домов и городских организаций. Преподаватели художественной школы украсили окна зданий новогодними персонажами. Дед Мороз со снегурочкой снеговик – подарки за снежные ветви елей. Вообще город в этом году будет украшен к празднику так же, как и в прошлом. В сквере, вот здесь вот за фонтаном на проспекте Мира-1, будет установлены светящиеся олени, к которым наши горожане уже привыкли, и снеговики около детской художественной и музыкальной школы. И какой же Новый год без ёлки? Лесных красавиц установят в разных частях города, в том числе в Яблоневом саду и в парке имени Зернова. На территории города Сарова будет установлено традиционно пять ёлок. Одна ёлка, которую мы закупили в прошлом году, вместе со светящимся шаром, вместе с Дед Морозом, это будет установлено на площади Ленина. Одна ёлка традиционно будет установлена у Дворца Молодёжи с соответствующими украшениями. Кроме того, стала хорошей традицией, в прошлом году мы установили одну ёлку в сквере на пересечении улицы Садовая и Павлика Морозова, это 22-й микрорайон. Если получится сэкономить деньги по проекту формирования комфортной городской среды, то администрация закупит ещё несколько световых фигур. Их планируют установить на новой набережной на левом берегу Сатиса. Мнения горожан по праздничному оформлению улиц и зданий разделились. Одни считают, что саров перед Новым годом красиво украшают, другие предложили свои идеи. Были практики, когда на деревьях развешивали яркие лампочки. Оно приятно посмотреть, красиво прогуляться с детьми, с внуками. А мне нравятся на деревьях фонарики, вот эти лампочки. Вот как в больших городах. Красиво вечером. Можно в парке какие-нибудь гирлянды сделать, можно вот здесь на проспекте Ленина, где площадь, там что-то украсить. Огонёчков не хватает, мне кажется, по вечерам. Поэтому вот что-то такое. И побольше ёлочек. Горожане тоже могут приложить руку к оформлению города к Новому году. Перед самым волшебным праздником саровчан приглашают принять участие в нескольких творческих конкурсах. До 25 декабря можно прислать фотографии украшенных окон и придомовых участков на электронный адрес, указанный на экране. До 10 декабря принимают работу на конкурс «Подарок для ёлки». Новогодние сувениры потом будут украшать ёлку в парке имени Зернова. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.